Всем привет! Такой аудиотрек выбран не случайно. Сегодня мы с вами совершим путешествие в 90-е. Просто на машине времени. Если в российских городах со временем что-то меняется, то в русских районах за бугром время просто остановилось. По крайней мере, ассортимент в магазинах русских не меняется десятилетиями. Если у вас, как у меня, разыгралась внезапная ностальгия, или вам просто интересно, по каким продуктам скучают несчастные иммигранты, продолжайте смотреть. Русская, а точнее сказать русскоязычная улица находится практически в самом центре Сеула, в самом сердце. Сейчас тут активно сносят старую застройку, но улицы русской это пока не коснулось. Так и стоит она, грязным трущебным островком посреди глянцевых высоток. Ждет своего часа. Вот смотрите, у нас здесь салон красоты, юридический офис. Кстати, да, если вы юрист, вы можете работать в Корее, потому что здесь очень много русскоговорящих, и им всегда нужна, им очень часто нужна юридическая поддержка. Так, внизу у нас чай хана. Так, какая-то нато, перчатки, носки. В общем, чего здесь только нет. Сейчас я пойду и покажу, как выглядят магазины. И что я вообще покупаю на русской улице в Корее. Магазин хорошо, одеяло ангара. Улочка здесь довольно-таки себе непрезентабельная, но зато здесь дешевая аренда, поэтому здесь все иностранцы и арендуют помещение. Так, магазин Медовик. Посмотрим, что там есть. Здрасте. Здрасте. Семечки. Чай. Для плова приправа. Классная надо взять. Гречка, шонка. Гречка. Гречка. Валерийский спирт. Гречка. Гречка. У козы, козы даже есть. Козы, козы, козы. 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 носки, колготки, лоси, имя из почта, корейная женская одежда, виза, корейский язык, медприглашение, информационный центр, и горы мусора, такой уж здесь район, да, горы мусора, промышленный такой райончик, улочка даже, не райончик, улочка, одна улочка. Байкал, российский ресторан, русский. Здрасьте, у вас корюшка есть, нету, да, была, опоздала я, мы была месяц назад, там мало было совсем, конечно. А что, не везут, не пользуются популярностью, да, пользуются, не везут. А что, не везут, жалко, кто заезжает, просишь хоть чуть-чуть, аааа, если знаешь, не интересно, а он очень конкарливый. Книжки. Так. Мечерой. Можно мешочек для конфет? Мечерой. Спасибо. А скажите, с мармеладом какие, или с белой начинкой вот такие что-нибудь? Мармелад, мармелад, желины, вот еще желины. А цена у всех разная, да? Вот это одна цена. Одна цена, да? А, с темной, да, с темной не любим. Так. Савина. А это ласточка. Три дня назад. Он уже знал. Два пакета скота. А сало есть у вас? Копченое или соленое? Соленое можно немножко? Кусочек небольшой. И я долгие годы не знаю того, я ездил на миллионах. Четыре часа. Хорошо. Водить ты знал. Да, знал. Догадался. Спасибо. До свидания. Ну вот, теперь полный комплект. Магазинов здесь, конечно, еще есть. Не сказать, чтобы много, но есть еще магазины. Но, в принципе, я купила все, что хотела. Также здесь множество ресторанов. Есть с русской, узбекской, казахской кухней, украинской, всякой разной. Вот. И одно знаю местечко, там безумно вкусно. мы всегда туда ходим. Если кому интересно, если вы в Корее находитесь, то я могу вам дать адресат. Потому что на самом деле не везде так вкусно. Хотя лучше, чем раньше было. Раньше было вообще не очень. А сейчас все-таки очень много достойных мест таких вкусных, где вкусно кормят. Как будто на родине побывала. Несмотря на то, что находится эта улица недалеко от дома, полчаса на машине всего, я бываю там не часто. Только когда уж сильно-сильно захочется рыбы к пиву. В Корее вяленой и соленой рыбы нет, как и копченой. И это единственное, чего иногда мне не хватает здесь. Спасибо, что составили мне компанию. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok